Меня зовут Рик Реннер. Это фойе нашей церкви «Благая весть», старшим пастором, которым я являюсь. Каждую неделю перед началом богослужения это помещение наполняется людьми, которые ожидают начала служения, предвкушая, когда Библия заговорит с ними. Они смирились под власть Господа Иисуса. Сделав это, они посвятили свою жизнь Ему и Его Слову, и теперь они готовы выполнять Его повеление. Чтобы ходить в послушании перед Господом, нужно иметь смирение. Смирение — это прекрасно. Потому что Библия говорит, что Бог именно смиренным дает благодать. Поэтому, если вам нужна особая благодать, вы должны иметь смиренное сердце. А что такое смирение и как его получить? Библия говорит, что смирение — ключевое качество, которое необходимо, чтобы быть христианином, живущим в победе. И сегодня я буду говорить с вами о смирении, о том, что это такое и как его получить, оставайтесь со мной. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Ремером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад, что вы смотрите нашу передачу. Сегодня мы продолжим изучение десяти качеств, которыми нужно обладать, чтобы быть и оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. Как я сказал в вступительной части, этот выпуск мы посвятим смирению. Об этом качестве говорят немногие, хотя оно очень важно. Смирение как магнит. Магнит притягивает металл. Человек, обладающий смирением, привлекает Божье присутствие в свою жизнь. Смирение — очень важное качество. Напомню, что эта передача стала основой моего цикла аудиопрограмм «Десять принципов сильного верующего» из 15 частей. Прилагается замечательное учебное пособие, где библейские стихи, тезисы, принципы, разбор греческих, еврейских слов, их определения, отрывки из Писания для изучения. Эта программа будет полезна лично для вас. По ней также можно заниматься с учеником в домашней группе. На обложке написано «Какие десять качеств делают вас сильным верующим?» В своей программе я рассказываю об этих десяти составляющих, и одна из них — смирение. О нем мы и поговорим сегодня. Также я предлагаю вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка, зачитываю из своих книг, содержащих исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день, они короткие, и в них простым языком, понятным языком, объясняется значение греческих слов из Нового Завета. Писание буквально оживает в вашем сердце и в вашей жизни, укрепляя веру, ведь вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ежедневное погружение в Божье Слово принесет плоды. Подпишитесь на бесплатную рассылку драгоценных истин из греческого языка на нашем сайте. Я уверен, что они станут благословением для вас. А сейчас вернемся к теме наших передач. «Десять принципов сильного верующего». И мы говорим о важнейших качествах, которыми необходимо обладать, чтобы быть сильным, утвержденным и зрелым верующим. Что это за шаги? Первое. Страсть к спасению душ. Второе. Страсть к Божьему Слову. Третье. Жажда Духа Святого. Жажда участия в сверхъестественном действии Божьем. Четвертый шаг. Жажда поклоняться Богу. Если вы пропустили передачу о поклонении, посмотрите ее. Пятый. Страсть к молитве. Любовь к молитве. Шестое. Чедрое сердце. У вас должно быть жертвенное сердце, если вы хотите быть и оставаться сильным верующим. В прошлой программе мы говорили о стремлении жить в святости, и сегодня мы говорим о смиренном сердце. Человек, обладающий смирением, привлекает силу присутствия Бога. Сегодня мы увидим, что об этом говорится в Писании. И мы начнем с книги Деяний, 2 главы 42 стиха. На этом стихе основана наша программа. Деяний, 2-42. Речь идет о ранней церкви, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Сочетание «постоянно пребывали» можно перевести так. Они проявляли верность к учению апостолов. Чтобы вкушать духовную трапезу с апостолами, чтобы действительно принимать их учения, верующим нужно было признать духовную власть апостолов. Чтобы принимать наставление, в сердце должно быть смирение. И сегодня мы говорим о том, что происходит, когда у человека смиренное сердце. Верующие Первой Церкви отличались этим качеством. Однако, прежде чем рассуждать о смирении, давайте поговорим о гордости, потому что наша гордость — антоним смирения. Бог ненавидит гордость. С самого начала времен Бог был против гордости. Гордыня оказывает разрушающее действие. Если в вас есть эта черта, она всегда будет действовать против вас. Гордость постарается уничтожить вас. Самым первым известным нам примером является история Люцифера. Давайте подробно рассмотрим ее. В книге притчей 13.10 сказано, что высокомерие является причиной недовольства и раздоров. Притча 6 глава 16 по 19 стих. Там упоминаются так называемые «семь мерзких грехов». Мерзких. Первым пунктом в этом списке стоит гордость. Гордость — это нечто мерзкое. Она является источником раздоров, разногласий. Бог всегда противится гордыне. Бог всегда против гордости. Это хорошо видно в истории Люцифера. Библия говорит, что он был помазанным херувимом, чтобы осенять. И сегодня я покажу вам в Писании, что он был покрыт всевозможными драгоценными камнями. Его звали Люцифером, что означает «носитель света», «светоч», тот, кто отражает свет. Потому что он был покрыт драгоценными камнями. Зачем? Ведь он стоял в присутствии Бога. Он был помазанным херувимом, чтобы осенять. Он находился перед Богом и был покрыт драгоценными камнями. И когда свет Божьей славы освещал Люцифера, тот начинал сиять, потому что у него было имя. «Носитель света», «светоч», тот, кто отражает Божий свет. Таким же образом ведет себя бриллиант, помещенный в лучи света. Он преломляет свет, который падает на него. Если бриллиант в темноте, то неизвестно, есть бриллиант или нет. Его не видно. Но если поместить бриллиант в лучи света, он начинает сверкать. Он смотрится великолепно. Люцифер был покрыт драгоценными камнями. Почему? Он был помазанным херувимом, чтобы осенять. Он служил своего рода зеркалом для Бога, был полон славы. Бог покрыл Люцифера всевозможными драгоценными камнями. И когда Божья слава освещала херувима, Он преломлял ее и сиял, отражая прекрасный свет. Божья слава отражалась в нем, и Бог любовался собственной славой. Прошло время, и Люцифер забыл, что его роль – всего лишь отражать свет. Он начал думать, что он сам является источником этой красоты. Библия говорит, что он возгордился от своей красоты, забыв, что он тот, кто отражает свет. Он стал считать, он стал думать, что он сам каким-то образом излучает славу. Давайте вместе прочитаем эту историю в книге пророка Иезекииля, 28 главе, 12 стиха. «Так говорит Господь Бог. Ты – печать совершенства, плата мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Зачем нужны были все эти камни? Они служили зеркалом, чтобы преломлять и отражать свет Божьей славы. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя приготовлено было в день сотворения твоего. Люцифер был сотворен быть помазанным херувимом, чтобы осенять. Он был зеркалом славы Божьей. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Здесь описывается положение, которое он занимал в присутствии Бога. Я поставил тебя на то. Я сотворил тебя таким. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». 16 стих. «От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправда, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, и изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Послушайте 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Из книги Исаии, 14 главы, 12 по 15 стих, мы знаем, что Люцифер был так сильно впечатлен самим собой, что начал говорить, «Я вознесусь превыше престола Божьего». Люцифер забыл, что был призван всего лишь отражать, преломлять, слава Богу, и решил, что он сам способен излучать сияние. В нем зародилась гордость. Он возомнил о себе. Он стал считать, что достоин большего почитания и поклонения, более высокого положения, чем данное ему Богом. Люцифер перестал довольствоваться своим положением, и его сердце начало возноситься. И в конце концов, мы читаем в книге пророка Исаии, 14 главе, 12 стихе, слава Бога, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари». То есть, Люцифер, тот, кто был призван отражать славу. Называй его так, Бог говорит, «У тебя нет ничего своего. Ты упал, ты зеркало, ты больше ничего. Ты решил, что сам излучаешь свет, но у тебя нет своего сияния, и ты не будешь светить, если я не освещаю тебя. Ты был всего лишь зеркалом. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божих вознесу престол мой, и сяду на горе, сонми богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не свержен в ад в глубины преисподней». Люцифер был разочарован служением, которое его поставил Бог. Его сердце наполнило гордость, и он стал думать о себе больше, чем нужно, и когда это произошло, он начал превозносить свой престол, он попытался вознестись превыше самого Бога, и тогда Бог сказал, «Нет, этому не бывать». Всегда помните, что гордость разрушает и ведет к гибели. Бог против гордыни. Люцифера погубила его гордость, и если вы заразитесь гордостью, она уничтожит вас. Библия ясно об этом предупреждает. Мы также знаем о ветхозаветной истории Авесолома, который был сыном Давида. Если бы он не был сыном царя, никто бы не знал о нем, но благодаря тому, что его отцом был Давид, он стал известным человеком. Можно провести такую параллель. Подобно тому, как Божья слава освящала Люцифера, и тот отражал ее, так и личная слава Давида освящала его сына Авесолома. Только благодаря Давиду Авесолом был известен. Благодаря влиянию и рекомендациям Давида, благодаря славе Давида, который освящал Авесолома, сам Авесолом стал знаменитым на весь Израиль. И эта слава вскружила ему голову, и он забыл, что он всего лишь отражал славу своего отца. И почему-то начал думать, что он лучше отца, ведь он был так избалован вниманием. Но истина в том, что если бы не отец, никто бы не узнал о том, что он вообще существует. Он поддался самообману, в точности, как Люцифер, полагая, что обладает собственной славой. Это пример из Ветхого Завета. Теперь обратимся к Новому Завету. История Иуда Искариота. Он был спутником Иисуса. Слава Господа Иисуса освящала Иуду. Иуда занимал достаточно высокий пост. Он был казначеем в команде Иисуса. Заведовал всеми финансами в служении. Постоянно был рядом с Иисусом. И, несомненно, благодаря славе Иисуса, Иуда стал заметной фигурой. Он был известен лишь потому, что Иисус уделял ему внимание. Это вскружило голову Иуде. Его самомнение полностью поглотило его. Он начал возноситься, начал роптать на Иисуса, на его авторитет, и из-за гордости в сердце он попытался вознести слишком высоко. Мы видим это в случае Люцифера, Авесолома, Иуда Искариота. Во всех этих примерах каждый из них был тем, кто отражал чью-то славу. Забыл об этом, присвоил себе престиж и славу. Если бы не сияние Божьей славы, никто бы не узнал о Люцифере. Если бы не слава Давида, никто бы не узнал об Авесоломе. И если бы Иисус не уделял внимания Иуде, мы бы не знали даже имени Иуды. Во всех этих случаях, тот, кто был призван отражать чужую славу, забыл об этом. И вдруг решил, что он сам является источником или генератором этой славы. Я хорошо это понимаю, потому что сам когда-то поддался такому искушению. В молодые годы я служил в команде с одним прекрасным человеком, кто был великий муж Божий. Он был подобен звезде. От него исходило яркое сияние, которое озарило церковь и весь город. Он был как путеводная звезда, а я был просто молодым человеком, который только начинал свой путь в христианском служении. И тот мужчина был очень милостлив ко мне. Он взял меня в команду, ввел меня в свое окружение. И поскольку он уделял мне внимание, я начал сиять. Он обращал на меня внимание, и люди стали замечать меня. Бог начал благословлять меня. Я жил в свете того известного пастора, который развивал меня, светил на меня своим сиянием и помогал мне состояться в служении. И, к сожалению, как в случае с Люцифером, Авесоломом и Иудой, в моем сердце появилась гордость. Я начал гордиться собой. Я поддался такому же самообману. Поступил так же, как Люцифер, Авесолом и Иуда. Я начал думать, да кто такой этот пастор? Да почему я должен ему подчиняться? Я возвышусь, я вознесусь. Я такой же духовный, как и он. И я позабыл, что никто обо мне и не слыхал, пока слава этого человека не осветила меня. Гордыня возросла в моем сердце, и в итоге уничтожила меня. Тот пастор не пострадал, зато пострадал я. Когда Люцифер восстал, уничтожен был не Бог, уничтожен был Он. То же самое произошло с Авесоломом, с Иудой. У кого в сердце гордыня, тот в конце концов терпит поражение. Крайне нежелательно, чтобы вы оказались среди тех людей. Очень важно, чтобы вы не позволяли гордости быть в вашей жизни. Вы можете сказать, гордость не проблема. Что ж, нечто подобное и я говорил, когда был молод. В первом послании к Коринфянам 10, 12 сказано, «Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». Уверяю вас, мудрее будет предпринять все меры предосторожности. Я прочитаю своих заметок. Попросите Святого Духа показать вам, имеются ли в вашей жизни какие-либо проблемы, связанные с гордыней, которые нужно исправить. Вреда от того, что вы зададите Святому Духу, этот важный вопрос не будет. Истина в том, что это спасет вас от множества болезненных переживаний и разрушительного воздействия гордыни. Послание Акова 4, 6. «Бог гордым противится». Противится, противостоит. Поверьте, друзья, если вы попытаетесь сразиться с Богом, в этом противостоянии победите не вы. Вы не сможете одолеть удерживающую вас руку Божью. Бог гордым противится, так говорит Библия, и с этим невозможно спорить. Слово «гордый», греческое слово «хуперфанос», описывает человека, который считает себя лучше, выше других. Он надменен, высокомерен и заносчив. Он полагает, что превосходит всех остальных. И Библия говорит, что когда человек имеет слишком высокое мнение о себе, он становится гордым, и Бог ему начинает противиться. Запомните, гордость уничтожает. Она может убить, и вы должны ненавидеть гордость. Гордецы всегда терпят поражение, при этом они винят кого-то. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свою гордыню, которая уничтожила их и стала причиной их падения. Вы должны сделать все возможное, чтобы избавиться от гордости. В противном случае, дьявол найдет способ навязать вам что-то очень плохое. Он все извратит и представит в нужном ему, дьяволу, свете. Он посеет семя недовольства в вашем сердце и скажет, что вы заслуживаете больше, чем имеете. Вам нужно большее признание. Вы великий человек, которого недооценили. Семя начнет прорастать, а вы будете против своей воли совершать неблагочестивые поступки. И тогда поражение потерпит не тот, против кого вы восстанете, а вы сами. Поймите, что именно это происходит, когда приходит гордость. Однако в послании Акова 4.6 сказано кое-что еще. Бог противится гордым, а благодать дает кому? Смиренным. Вот он, тот самый магнит. И как я говорил, подобно магниту, который притягивает металл, смирение привлекает Божью благодать. Привлекает Божье присутствие. Смирение привлекает Бога. Так написано в этом стихе. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Слово смиренный, греческое слово топейнос, описывает человека, который обрел смирение. Стал менее высокого мнения о своей персоне. И оно также означает уменьшаться, умоляться. Быть готовым, стать более снисходительным. Такой человек думает о себе скромно, не мнит о себе. Речь не идет о критичном принижении себя. Я не об этом говорю. К примеру, я являюсь автором книг. Если бы я сказал, что написал лучшие книги на свете, и никто лучше меня не напишет, то это было бы очень гордое заявление. Далекое от реальности и сильно преувеличенное. Но если я говорю, я написал несколько книг, и я благодарен, что Бог использует то, что я пишу. В мире много хороших книг и много хороших авторов, и я рад быть в их числе, то это более правильный, более смиренный взгляд на себя. Не нужно принижать результаты своего труда. Нужно просто думать о себе и о своей работе скромно. Бог всегда приходит туда, где есть смирение. Об этом написано в Библии. Он смиренным дает благодать. Знаете, что когда в вашем сердце есть смирение, вы становитесь недосягаемым для дьявола. Когда вы в смирении, дьявол до вас не доберется, поэтому так важно пребывать в смирении. Запомните. Думайте о себе скромно. Скромно. Не мните о себе. И вот что еще. Послушайте внимательно, потому что это очень важно. Вы никогда не будете незначительным для исполнения Божьей воли, но вы можете стать слишком большим, чтобы Бог вас использовал. Я повторю. Нельзя быть слишком незначительным для того, чтобы Бог исполнял через вас свою волю, но вы можете стать слишком большим и значимым, и Бог не сможет вас использовать. Подумайте об этом. Возможно, вы хотите совершать великие дела для Господа. Но увидел ли Бог вашу готовность сделать хотя бы что-то незначительное для Него? Иногда люди такого большого мнения о себе, они становятся слишком великими для того, чтобы Бог мог их использовать. Они хотят свернуть горы, но не хотят проявлять верность в малом, а Бога привлекают смиренные. Послушайте, кому Бог находит применение. Салом 33, 19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Салом 50, 19. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Божий. Исайя 57, 15. Я живу на высоте небес и в освятилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Исайя 66, 2. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим. Всюду говорится о состоянии сердца, о сокрушении, о смирении, о скромном мнении о себе. Когда человек полон смирения, он привлекает присутствие Бога. Когда человек гордели, Бог ему противится, и гордец всегда терпит поражение. Так сказано в послании Акова 4, 6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Верующие в Первой Церкви отличались большим смирением, и Божья сила сверхъестественно действовала среди них. Они привлекали Бога, потому что в их сердце было смирение. Это привлекало Бога, подобно тому, как металл притягивается магнитом. Наша передача подходит к концу. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учения «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины» вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины» из греческого языка на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Лореннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Я надеюсь, что для вас эти программы настолько же полезны, как и для меня. Я прекрасно провожу время, читая Библию, изучая качества, которыми необходимо обладать, чтобы быть сильным, утвержденным и зрелым верующим. Сегодня мы говорили о смирении. Об этом мало говорят, но мы видели в Писании, что смирение играет большую роль. И как магнит притягивает металл, так смирение привлекает Бога. Смирение привлекает Бога, Его присутствие, Божью силу, так сказано в послании Иакова 4,6. Бог гордым противится. Гордые вызывают в нем противление, а смиренным Бог дает благодать. Бога привлекают те, кто думает о себе скромно, не мнит о себе. Это очень важно. Смирение необходимо каждому, чтобы быть сильным, стабильным и зрелым верующим. И вы должны обладать смирением. Это передача стала основой моих аудиопрограмм, которые посвящены десяти качествам, которыми нужно обладать, чтобы быть и оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. Вы можете скачать бесплатно. Эти программы очень полезны. Также предлагаю подписаться на мои ежедневные видеоободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Я зачитываю из своих книг, содержащих исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Библия живет в вашем сердце. Хочу помолиться за вас. Отец Небесный, мы хотим привлекать Тебя смирением, а не отталкивать гордостью. Мы молимся о том, чтобы Ты помог нам развить в себе это качество, истинное, благочестивое смирение, которое привлекает Тебя, Твое присутствие и благодать. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Помните, о чем говорится в книге «Икклесиаста 8.4», где слово «Царя» там «Власть». И пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. И мы увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин